Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Почему одни животные чистые, а другие нет? И в чем их нечистота? Этому вопросу посвящена 11 глава книги Левит. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря им, скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всего скота на земле, всякий скот, у которого раздвоено копыто, и на копыту глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Вот корова таким образом является чистым животным, а свинья нет, поэтому иудеи до сих пор не едят свинину, так же, как и мусульмане. Все ветхозаветные предписания имели смысл воспитания человека. Точно так же, как в раю Господь воспитывал Адама через запрет вкушать от древа познания добра и зла, точно так же и здесь нужно было вот это постепенное воспитание человека. Вот это бери, вот это не бери. Это было довольно трудно. Мы, например, знаем из «Чудо исцеления бесноватого» в Гадаре, что не все иудеи соблюдали этот закон. Почему? Потому что свинину значительно легче добывать, чем говядину. Коров, овец, коз надо пасти. Их надо выводить на траву. А свинья ест остатки пищи человека и значительно более неприхотливая она. Поэтому мясо ее получается дешевле значительно. И, конечно, соблюдать это было достаточно тяжело. Но в основном люди слушались Господа и не вкушали ничего нечистого. Мы можем вспомнить видение, описанное в книге «Деяния» апостолу Петру, когда Господь спускает ему огромный плат, на котором всякие нечистые животные, и говорит «Ешь» трижды. И это знаменует то, что с этого дня язычники могут стать христианами, что люди перестали быть нечистыми. Но вот все ветхозаветные ограничения для нас с вами в Библии, они отменены на апостольском соборе 52-го года, когда после проповеди язычникам и Петра, и особенно Павла, апостолы в Иерусалиме собрались, чтобы решить вопрос, нужно ли христианам из язычников предписывать соблюдение всего Моисеева закона. Или это не для них. И было принято решение, ибо угодно Святому Духу и нам, это 15 глава книги «Деяний», не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови удавленины и блуда, и не делу другим того, чего не хотите себе. Вот идола жертвенная, понятно, потому что это предательство веры. Кровь удавленина, это тоже понятно, потому что в крови животного душа его, согласно ветхозаветным текстам, надо отпустить душу в землю. Душа исчезает у животного после его смерти. И вот блуд, понятно, а все остальные предписания Ветхого Завета, не заповеди нравственные, вот это очень важно, а именно вот эти вот пищевые предписания, они для нас не актуальны. Воздерживаться от крови мы должны продолжать. Потому что, например, мы в аптеке, христиане, мы не покупаем гематоген и не едим его. Мы не едим кровяную колбасу. Мы не пьем кровь вместе с охотниками в Сибири, которые очень любят это делать. Вот для нас это запрещено апостольским постановлением. Так вот, Господь Иисус Христос дал нам совершенно другой подход к этому вопросу. Он сказал, «Ничто, входящее извне, не оскверняет человека. Нету скверной самой по себе пищи». Он по-новому не так, как в Ветхом Завете заставляет нас взглянуть на этот вопрос. Все, время воспитания кончилось. Теперь ты, если ты любишь Бога, должен понять, что нечист только грех. Он говорит, из внутренней сердца исходят злые помышления, злоба, убийства, прелюбодеяния и прочее. Все рождается там. Грех не то, что входит в человека, то, что от него не зависит, а то, что исходит внутри. От человека рождается грех, там есть непослушание воли Божией. К сожалению, есть такие этносы, которые этого не понимают. Вот примерно 15 лет назад в Джакарте был взрыв на рынке. Был взрыв, от которого погибло больше сотни человек. Взрыв был на христианской части рынка, где продавали свинину. Таким образом, люди, считающиеся верующими, убили огромное количество людей, которые с точки зрения другой веры нарушили запрет на продажу и употребление нечистого мяса. Вот оказывается, что заповедь о чистой и нечистой пище для этих людей оказалась важнее, чем уважение и любовь к другому человеку. И заповедь не убей. Вот так это может сейчас смешиваться, к сожалению. Но для нас, я повторюсь, для нас нечист грех. И от него мы прежде всего должны воздерживаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok